вечно гореть им в гиене огненной не видать им помешал падра и милости божией да поглотит их души мрак вселенский за прегрешение очень не слишком ли вы усердствовать так недолгой удар получить о сын мой совершенно ужасное кощунство позорнейших с преступлений обокрасть церковь да это все равно что запустить свои грезные лапы прямо в карман господу а вот оно чё ну и как же это случилось нам интересно мы будем так читать какие-то мерзавцы под покровом ночи вынесли все что было собрано паствой и жертвенную чашу прихватили безбожники на уж времена но я надеюсь вы предприняли какие-то шаги по горячим следам о да конечно не отлучил богомерских грабителей от церкви а сейчас передаю их души анафеме они сомневаюсь что это самая действительная мера но я имел ввиду нечто более практичное организовать погоню к примеру ах сын мой что же может простой священник связанный обетом не не противление злу а эти негодяи наверняка уже далеко отсюда проплывая пропивает все в тавернах награблены или придаются разврату и беспутству в объятиях блудниц надеюсь там им и придет конец я уверен что такой исход гораздо привлекательнее нежели болтаться на рее впрочем не буду мы это не выбираем отче но ведь я никакими обетами не связан и с гордостью помогу господу приблизить час возмездия я буду молиться за тебя сын мой иди и воздай этим мошенникам по заслугам можете не сомневаться падра так что вот она за тебя сын мой да спасибо спасибо больше не надо меня бы благословлять и так ребята напоролся случайно в церкви проворачивал свои очередные темные делишки и ограбление церкви вельмсдада спереть церковную кассу куда катится этот мир пока отец винтус насылает проклятие на голову безбожников не стоит предпринять пули 10 шаги за которым не воздаст если не господь то падруш наверняка пожалуй они не могли далеко уйти но как то так итак всем привет ребят с вами алексей 24 и сегодня мы так продолжаем проходить игру корсары каждому свое карибен легенд что вам я хотел сейчас сказать сейчас было небольшое такое начало которое я решил сделать вообще планировал записать серию допустим там побочного квеста куш корсакожих или вообще голландский гамбит но в принципе ребята посмотрев на свои навыки по поняв что у меня все таки навигации это ребята 28 навигации 28 надо надо чтобы было 30 чтобы быть уверенным в себе на такую планочку себе поставил поэтому нету смысла сейчас куда-то вперед паровоза бежать ребята лучше по чуть-чуть прокачиваются идти мелкими шажками вперед чем большими и прыткими а потом просто на пука на сжигательных квестах просто можно сказать психовать и дурить в общем я был в церкви вильямсдада как вы уже видели специально кое-как сохранился вышел на диалог и нам предлагают церковный квест я его в своих прохождениях ни разу не записывал поэтому эта серия будет посвящена именно этому квесту он не сюжетный если кому-то не не интересен не сюжетный квест можете в принципе пролистывать идти на серию следующую но кому-то может быть интересно что это такое за квест я предлагаю с вами его вместе разобрать ну и так ребята не забывайте пожалуйста подписываться на канал ставить лайки ставить колокольчики ребята для того чтобы не пропускать трансляции новые видео ребята также хочу напомнить есть группа в контакте подписывайтесь заходите читайте новости где найти все эти ссылки где найти плейлист на данные прихождение корсара карибин легенд ребята все очень просто в описании под видео спускаетесь открываете полная информация набор ссылок все что хотите у меня даже там есть тикток ребята ну вот как-то вот так вот давайте теперь приступим к прохождению далее как вы думаете где можно узнать самые последние слухи и сплетни как я говорил конечно же это в таверне поговорить с местными алкашами и местными колдерманами ребят я планирую узнать какую-то информацию что касается похищенного и узнавать это надо прямо сразу так как на дворе ночи я думаю не нужно за затягивать время здорово мужик наливай парень ты выглядишь бывало морским волком может быть купишь мне стаканчик рон рома это еще почему бывает все на свете хорошо в чем дело короче да ну тебя а мне вообще-то надо было бы бухнуть а почему со мной бухать никто не хочет я не пойму не но в принципе можно у таверчика свечи информацию купить вообще надо конечно кем-нибудь по бухануть немного так офицеры стоять на месте задолбали бегать на я пока не вижу с кем можно что-либо сделать это контрабандист а дальше а дальше а дальше да ну тебя понятно уж мужик вам нигде не найти кухни лучше на же есть ты можешь от этих пенопару вопросов я по другому делу то есть диалога здесь этого нету хорошо ответишь на пару вопросов что новенького в этих краях тратим 1000 момент слыхал я один торгаш на корабле сан ленардо под флагом испании везет полнотрюм табака из колонии кумана нет это не интересно ребята так стоп надо попробовать по другому информацию получить ребята я пропустил диалог с барменом тут короче ты знаешь о недавнем ограблении местным ну короче ты не не в курсе что церковь недавно ограбили не об этом мало что известно спроси лучше кого-нибудь из завсегдатов ну короче спасибо может быть здесь квест активируется может быть вот этот черт ребята партейку убираюсь отсюда снова вставать к чертям так ладно он барагозит а тут больше никого нету давайте переночим утра до утра обменные напитки и уютная постель кваш начнем утра бунт на корабле бунт на корабле танкер корабль выходит из эскадры черт вот иногда вот таким способом ребята приходится переигрывать по 10 раз серьезно у меня там назревает бунт на утро танкер корабль хороший все круто это все мой офицер который очень плохой репутации так давайте еще раз посмотрим у меня где-то были пленник славный малый так надо знаете чем капитана снять он мне так всю малину попортит так снимаем капитана и назначаем кого-то нормального просто так это славный малый мы его спасли лоялись нормальная честный капитан нормальная мятежная и я понял всем назначаем человеком пускай отвечает за танкер все отлично а теперь ребята переигрываем сначала подходим к того красная еда отменные награждения говорит вашего сговори с кем-нибудь партейку не желаете этот играть предлагает но ребят тут по факту не с кем вообще разговаривать а но никто не хочет говорить давай остановимся до утра до утра и попробуем еще раз пройти в зал почему-то людей нету с ним можно поговорить капитан я бы его офицера ваш корабль более похож на грузовую баржу такая служба не по мне прощайте это тот самый капитан который пытался поднять мемики это серьезное заявление но ты еще не отработал так это понятно ну да стоим отношением к службе рано или поздно должно было случиться что ж удерживать не стану всего доброго да мне пофиг у него плохая лояльность я его нанял просто нанял и все как бы никаких интересностей нет я не понял почему я не могу ни с кем в таверне поговорить узнаю взгляд азартного игрока я не буду играть с тобой может примите себя прилично хозяин не любит когда в таверне устраивают дебоши жарю блин почему я не могу ни с кем заговорить а может попробовать пауль на улице поговорить с кем-нибудь давать а я не знаю что было в ккс и что изменилось карибен легенд но в данном квесте и я не могу поговорить не с одним алкашом я не знаю почему это так мы будем пробовать конечно и на другой день но ребят надо может в городе кому тебя просить меня зовут ты в курсе что недавно была граблена церковь не я ничего об этом не знаю хорошо извини так морячок недавно мы попали в такую шторм рад встречи моими шарльдомор надеться минут болтать что вы хотели бы узнать нелегко найти хорошо капитана как вы думаете чтобы человеке заботился платил вовремя купец только что машину стоит смотрит раз поболтать можешь сказать что-то интересного короче он пусть не срочно нужно в таверну а ладно у морячка ничего знать не получается так это священник о мужик той и здесь меня все устраивает а вас да блин вы задолбали со своими а то прекрасное судно не правда ли еще вопрос еще вопрос нет это просто какие-то нпс стой мужик ты знаешь недавно была граблена местная церковь не ничего об этом не знаю продукты дорожают и дальше будет только хуже уж поверьте я не понимаю чего это кривой игре ребята когда мы начинали играть я делал что не будет интересная капитан а я нашел человека с которую можно выпить но мне пришлось заново откатиться назад и по новой все пройти я и сам и бездаком пирщик рома расскажи брать из какие баки ходят по тавернам этот о чем приятель а то слухал уже в церкви грабить на теле такое только пират способны да какие там пираты обыкновенные сухопутные проходимцы к тому же я ясно свои местные откуда пиратам знать когда церковная машина полным полна под завязку да и не стали бы они связываться храбрый однако мал молодчики отважно вскрыли хлипкий церковный засов в овою и умные сил нет кто ж так подставлять и подставляется твоя правда весь приход затянул пояса откладывал лишнюю монету чтоб отнести в церковную кружку а теперь какие-то умники одним махом нажились дым теперь спуску не дадут всем миром выловят да не кто их выловит грабанули пожертвования и поминай как звали за город рванули а джунгли то большие их теперь ищи свищи хоть до второго пришествия а пройдет месяц-другой про это дело все совсем забудут я тебе другое толкую ну знаешь такое люди не прощают у людей память как дырявый ялик люди спросят а бог он все видит вот кого бояться надо случилось ли 10 назад жуткая история с одним моим приятелем который из-за неуважения к создателю и угодил морскому черту в зубы извини друг то история послушаю как не другой раз бывает ребят в чем была проблема в таверне я сначала проверил чтобы сидел какой-то завсегдатый завсегдатый такой выпить за компанию в предыдущем случае у меня этого не было а сейчас появилась поэтому иногда откатываться тоже очень полезно но я считаю ребят это бак это бак был у меня предыдущий потому что ну не с кем было бухать значит так в городе поговаривают что божьи божьими денежками разжились какие-то местные бандиты у которых там уже хватило ума за лично одно надо бы наведаться их охотничьи угодья блин а где они ё-моё я как понимаю надо по сельве под джунглям походить и поискать этих разбойничков а на улице ночь и тишина данная навек так давайте выйдем из города и попробуем полазить и что-либо поискать а кстати я вот здесь когда бегал я это не записал вот здесь золотое колечко лежит кстати также золотое колечко можно подобрать так велим с дат карту конечно мы до дела переделали из black mark studio конечно молодцы большой труд конечно сделали но после их их трудов мне придется еще долго выход искать отсюда это ворота вообще за камни какие-то ребята это я ушел за камни мне интересно это он бандит давай выкладывай что там у тебя сукоп не интересуют индийские вещички товар который магазине купишь обычно оборванцев вроде вас не предлагают и клянчат чего вдруг такая любезность я думаю могли бы договориться если вы окажете нам одну услугу мы в долгу не останемся услугу а в чем суть дела и что предлагаете взамен наш капитан роджер дался она поролся патрулю из города велим зато его бросили за решетку но улик на него чтобы вдвое тощие представить у них короче нету вытащить его самим а нам не по силам да вы человек уважаемые вас городе знает может вы сможете договориться внести залог или просто выкупить его поверьте мы сразу же уйдем и никогда не вернемся на это просто ваша репутация ничуть не пострадает положим я смогу его вызволить но я не слышал ни слова о моей платье несколько индийских пуприкушек и талисманов вас устроят они довольно редки или предпочитаете звонку монету в количестве этак нескольких тысяч пес а меня звонка монета радость моряка деньги как известно не пахнут я согласен ну для вас кэп мы возместим вам сумму залога сверх вашей премии думаю вам стоит поговорить с коменданта форта о нашем капитане форта форта коменданта я думал тюрьмы может вам у нас своего убедить а когда вызвать его приходите к мысу санта мария там отдал якорь наш корабль военная шхуна судьба будем ждать вас на берегу блин и опять какую-то авантюру пленный контрабандист это чуть позже ребята сделаем в данный момент я просто думал тут квест идет на все таки церковные эти надо спасти так я предлагаю взять карту вильямс да да и наверное прочесать все так это кто такие кто такой эй ты кто такой а ну давай до свидания так ладно я пошел искать ребята как найду я обязательно вернуть а короче бегал по сельве не успел ребята сохраниться чтобы красиво начать цель такая нужно найти пещеру ищем пещеру ребята и нас встречает чел когда мы только входим в локацию стой ну-ка приятель покажи не слишком ли тяжел твой кошель а что церковные денежки уже пристроили а вот это говорить и стоило теперь придется отправиться тебе к боссу господу замаливать перед ним наши грехи наедешь приятель перед господом каждый будет отвечать сам за себя так уменьшаем чеченгиту нафига стреляешь когда нафиг это есть обыскать ребят иди деньги двенадцать тысяч почему-то тромбон ну как то вот так вот давайте прочитаем чудом художурнал скажет истинная бог дает каждому свое бандиты получили по заслугам я церковную казну пора надеваться наведаться святому отцу блин глаза болят капец что-то вообще сегодня ну вот ребята мы его обыскали чел короче очень плохо закончил давайте попробуем отсюда аккуратно уйти чтобы было понятно что где да как так вот оно распутье ребята распутье мы пришли отсюда город по моему здесь не ошибаюсь походу нет нет и истинности походу да наоборот так еще раз мы пришли оттуда а идем сюда на так и есть то есть от города идем тупо прямо вот и все самое главное пройти к пещере ребята так остров киросао вилямсдад ребята переходим сразу к священнику а быстрый переход работает до церковь работает слава богу на круглосуточная мета очень сильно нравится так ребят сохраняемся и начинаем разговор не бойся сын мой я рад снова видеть вас и я рад вас виде дом здравия отец витус так тут несколько вариантов уверен что извести вас обрадует я примерно наказал грабите и привез приходские деньги можно бабки присвоить себе ну ребят 12 тысяч песок и вообще не деньги то ни о чем я я не вижу смысла записывать прохождение мы будем бабки себе присваивать но давайте возьмем первый вариант все-таки блин благое дело ребята церковь все таки вен что извести обрадует я вообще все нашел о боже благодарю тебе вы послужили орудием господа дитя мое я знал что отец наш небесный направит вас верным путем и не оставит своей помощью я непрестанно молился и вот а в общем то в таких делах больше польза от оружия чем отвалит вам от молитв падра но видимо бог действительно услышал ваши молитвы сын мой я хочу вознаградить вас по достоинству ибо вы истинный рыцарь святой матери церкви приложили все силы и пряда святой отец вы слишком преувеличиваете мои скромные заслуги оставлю вас возносить хвалу господу то есть все у нас получается этот побочный квест из церкви ограбление церкви вот так вы всегда и богу угодил и себя не обидел благодать так теперь надо посмотреть там по поводу репутации что-то должно быть неизвестный и дальго прикольно неизвестные дали у тебя в нашу скромную церковь сын мой а теперь ребята я хочу проверить я хочу выполнить один квест если сейчас у меня это получится мне нужна была положительная репутация выше намного если получится выполнить квест то естественно я вернусь совсем забыл ребята мы же тут проходили квест один побочный храна города серьезная задача побочный квест освобождение пленника я его не проходил это так себе конечно квест не особо такой значимый но блин они не дают мне пройти эти долбаные голландцы а вот и он вот он кто тот кто мне нужен у вас ко мне дело что он нужно зачем выявились форт да ничего особенно смотрю горзан теле вот забрел его по случаю смысле мне же сказали комендант форта еще раз подождите опять какие-то квест поломались в тюрьму да нет в тюрьму в принципе надо ошибочка походу но надеюсь теперь я пришел правильно надо все таки поговорить за этого разбойника хотя делать мид и не очень и охота кстати мне так официально офицер порте и здесь сидит куда один от проходите располагайтесь чувствуйте себя как долго хотел поговорить с вами в одном человеке по имени роджер дефосе если не ошибаюсь он ваш заключенный да он был взят по обвинению в контрабанде а что вам до этого весельника минхер короче можно сдать их как я понял в принципе мне дадут какие-то копейки и все такое но мы же не ищем легких путей мы же корсары поэтому ты меня зашли слухи что он невиновен послушайте шарльда мор этот тип был взят при попытке сбыть запрещенный товар прямо в городе как вы можете утверждать его невиновность я слышал что обвинение бездоказательные улику вас нет разве так нельзя держать за решеткой несправедливо обвиненного человека у нас нет свидетелей собственно товаром но это ничего не мешает капитан шарльдомор этот человек совершенно точно виновен и возможно не только в незаконной торговле в любом случае а какой вам дело до заключенного но может быть мое слово послужит а по рукой к этому несчастному или 5000 песо послужит давайте попробуем слово хорошо минхер забирайте этого проходимца и уходите пока я не передумал капитан контрабандистов поднялся к вам на борт вот и все ребята почему я не платил деньги и спокойно его забрал еще раз хочу показать у меня харизма 34 ребята и везение 30 поэтому мне как бы было несложно это сделать так ребят идем на корабль так я по моему купил лицензию давайте в нации зайдем испанский флаг но мы пока сменить его правда не можем так а где написано шуме лицензия взята да ничего нигде не написано в чем скажу ладно погнали отправляемся в ту бухту чтобы сдать кв блин тут такой прикол в диалоге он сказал куда надо приплыть а я забыл я реально забыл мы с санта мария да навряд ли вот вот на этот берег я не помню давайте посмотрим но я не вижу никого вообще так доплыть и неужели санта мария я очень сильно просто сомневаюсь да вот они вот мои на месте капитан а вы отлично провели этих толсто пузоих и тянувший вот ваша награда тащи сундуки ребята давайте сюда что мне причитается и проваливайте новая запись судовом журнале ребята сейчас выполнен просто один и квест по ходу на пленный котором бандит я вызволил капитана котором бандиты получил свою награду деньги не пахнут о чем не дали вообще я даже не знаю кошелек что ли кошелек ну не знаю ребят не знаю обычный квест просто кстати что с репутацией мне очень интересно у меня репутация неизвестный идальго а вот теперь вот с этой репутацией ребята надо кое-что провернуть скоро увидимся да 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 ребята наконец-то наконец-то я могу пройти этот квест я уже пытался его сделать мне очень сильно хотелось то блин у меня правда уже корабль лучше стал чем я хотел тогда еще по квесту но я еще раз хочу сказать условия взятия квеста нужно иметь вот такую репутацию который мы только сейчас с вами с церковным квестом и пожертвованиями которые были за кадром я смог получить и неизвестный идальго это первая ступень хорошей репутации то есть мы теперь после этого то есть не ниже вот этой репутации не ниже что у нас было до этого мы можем взять следующий квест где берется следующий квест ребята на мэйне на мэйне куманда не ошибаюсь колония называется но позже все ребята увидите я все запишу самое главное прийти в форт ребята приходим форт и идем получается коменданту форта и надо с ним перетереть у вас ко мне дело я комендант форта что вам нужно здесь офицер я вижу вас очень озабоченный вид могу чем-то помочь внимание если вам не доступен этот квест у вас мало репутации там или еще что-то с чем-то то нижний диалог офицер я вижу вас очень озабоченный вид у вас не будет у вас будет просто я ничего особенного и осматриваю город и все второй вариант офицер я вижу вас озабоченный вид запоминаем только лишь после этого нам дается квест возможно возможно пожалуй благодаря вашей хорошей репутации я рискну вам довериться ну о чем я и говорил противном случае я бы даже не стал разговаривать на подобную тему дело в том что нам нужна довольно большая партия непростого груза так что вам понадобится судно с большим трюмом и готовность рисковать и вы должны пообещать что полученной формации останется закрыты для посторонних ушей если вас смущает хотя бы одно из условий скажите об этом сразу я думаю вы меня понимаете достаточно интригуще звучит их хоть я не догадываюсь о каком грузе идет речь все же готов рискнуть если оплата будет достойной в любом случае я даю слово ну естественно мы этого и выбираем вот великолепно а дело в том что недавно и затяжной шторм а подмочил изрядное количество орудийного пороха в арсеналах нашего форта надеюсь вам не нужно объяснять каком щекотливом положении мы оказались случае серьезной осады форт вряд ли сможет оказать достойный отпор мы долго не продержимся теперь ясно что груз вам понадобился и о каком количестве идет речь нам нужно пятьдесят тысяч чего пятьдесят тысяч картузов орудийного пороха за всю партию заплачу триста тысяч по саю моё это очень хорошая цена сами понимаете наше положение вынуждает идти на подобные издержки хотя мне стоило немалых усилий убедить в этом губернаторского казначея сезон штормов не дает возможности воспользоваться штатными каналами снабжения да и афишировать такой казус нам не с руки понятно цена и прям хороша кстати вы упомянули о каком-то риске я имел ввиду что такое количество пороха в труме может быть очень опасным при транспортировке на моей памяти было несколько случаев взрывов судов от случайной искры а уж если в шторм попасть при перевозке даже конвой держится подальше от такого потенциального брендера ведь если что случится всех щепки разнесет ясно я слова на ветер не бросаю считайте что заказ принят буду прекрасно я очень рад что мы договорились рассчитаемся сразу же после доставки может можете короче не волноваться груз нужен не ранее чем через неделю не ранее то есть неделю надо его искать по карибам носиться как раз к этому времени вся сумма будет у меня хоть я понимаю что собрать такую партию будет непросто ограничений по времени не даю все же постарайтесь не затягивать мне все предельно ясно синьор приступаю немедленно да блин мне еще голландскую вы список у торговую эту лицензию надо будет делать так ну что ребят сейчас короче я зайду пока мне есть лицензия вот этого гвика в магазин куплю кое-какие товары отвезу на киросау маленечко поживлюсь деньгами и буду по всем карибам собирать порох а ребят по поводу опасного груза таких вещах принято предупреждать заранее личные я сам предложу тебе отставку ладно за какую сумму ты готов остаться блин тебе приплачивать надо ты казначей хороший блин солдат удачи всегда в цене канонер что-то за специалист канонер пройдоха нет пройдоха знаешь вообще не нужен потому что у нас репутация вообще хорошая прям отличная так ребят что я хотел нам надо перейти в магазин по поводу квеста опасный гристианин ремеслик или вельможа всякий найдет у меня товар по вкусу я не буду вам показывать каждый магазин где будут этот порох ходить и по карибам собирать но мне сказано 50 тысяч приобрести ребят вот реально 50 тысяч а продать его нельзя блин а где легален порох можете сказать 42 то есть получается товара в трюме должно быть 50 тысяч у меня есть небольшая эскадра в принципе можно что-то попробовать сделать но мне надо в первую очередь найти где не контрабандов о порох и возможно его там будет больше ну по крайней мере мне так это кажется и так давайте посмотрим сэн-пьер порох но сэн-пьере в принципе он не запрещен на мартинике я предлагаю отправляться на мартинику наверно закупиться порохом возможно еще и кораблем дополнительным и надо все-таки ребята квест сделать офицеры вроде в запасе у меня есть так что как-нибудь вопрос решим 50 тысяч ребята надо по собрать отовсюду эти 50 тысяч и тогда я думаю квест возможно уже выполнен а ну что что могу сказать ребят сейчас приплыли в одну из бухт я не хочу входить порт хочу проверить кое-какую штуку мне возможно придет сражаться сражаться порте получится это или нет это конечно вопрос честно говоря ребята сейчас происходит монтаж у меня опять летел звук мне приходится просто озвучивать ребята не забывайте пожалуйста про лайки про подписки ну и конечно же колокольчики ребята для меня это очень важно идем ищем вход в город а рядом с городом как обычно по традиции должен быть вход вот порт так но тут по моему надо идти сюда естественно я когда ходил бегал я очень много блуждал поэтому сильно не удивляйтесь ничего так и по моему я да я туда пришел в общем подумал что не туда городский ворот а городский ворот а вот они надо возвращаться обратно обычно видите когда из города уходишь сразу направо порт но во многих испанских поселениях это немного по-другому смысле а я не туда ушел что ли да я не пошел и не пошел не по той дорожке зашел опять говорится не в ту дверь ну и сейчас уже я думаю в ту дверь зайдем все будет хорошо испанский форт бежим 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 по быстрому и самое что интересное ребята нужно сейчас солдатами поговорить и убедить их что у нас все нормально так ну что надо подготовиться может быть стоило бы и снять свой бронежилет может быть как-то бы и помогло но ребят я не знаю серьезно я не знаю сейчас надо подумать как лучше произвести охрана города серьезная задача каком основании вы вы прибыли что торговать позвольте спросить на чем я ваш корабль короче все это подозрительно вынужден вас задержать до выяснения сдать орудие и следуйте за мной но после дожечка в четверг естественно сейчас будет боевка ребята мне она не нужна болель я еще и сохранение просрал я не знаю куда звук пропадает у меня когда я запись виду ребят он реально пропадает ладно ребят придется в бухту все-таки приплыть и готовиться к реальным последствиям все ребят высадился нормально как положено в бухте все переиграл короче полностью как надо я забыл перетащить с галеона порох но сейчас сделано давайте посмотрим какой у нас будет делать ко мне дело пишет сообщить что груз пороха доставлен судно готово встать под разгрузку ну наконец-то я уж подумал что вы забыли о нашем договоре сейчас распоряжуешь отрядить солдат для выгрузки обращение с порохом не терпит суеты это все прекрасно сеньорная вынужден напомнить об оплате да да конечно вам сейчас же выплатят 15 тысяч песо согласно вашему уговору вы верно шутите сеньор договор был 300 тысяч я не намерен уступать ни единого пэса так это первый вариант второй вариант я начинаю думать что вы хотите меня обмануть поэтому без своих 450 и отсюда не уйду это как принципе можно начать такой диалог но 450 мы так и не получим поэтому зачем вот сюда разработчики корсаров вообще этот диалог впихнули я не понимаю я вижу обстоятельства изменились что же я готов принять указы сумму чтобы не накалять обстановку прекрасного сделал неправильную выбору получите деньги прощаете с вами приятно было иметь дело прощайте но я у них это можно крючки мне сложно что тут им противопоставить поэтому такой вариант но 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 опасный груз ребята кто бы мог подумать что комендант форта кажется обычно мошенником пользуясь своим положением он выплатил мне только половину уговоренной суммы я рассудил что половина все же лучше чем ничего слишком уж много при нем охраны а теперь ребята хардкорный вариант развития событий а дубль 2 ребята как я уже сказал а сейчас будет по хардкору главное сейчас блин я не знаю я прям что-то волнуюсь ладно погнали у вас ко мне дело судно готово встать под разгрузку все отлично вы верно шутите сеньор договор был три на триста я не намерен уступать ни единого песса что забирай деньги и выметайся вон иначе сгниешь наших казематах вы сеньор оказывается лжец предлагаю по-хорошему дать деньги о которых мы договаривались или я забираю товар то есть короче мы настаиваем ах ты мерзавец стража взять его так ну что я тоже стрелять умею ага их двое они не синхронны тем более нет 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 неудачная позиция одно сейчас я переиграю никак никак пока не получается как вот я бы не пробовал но невозможно их победить просто в бою я я даже не знаю как в общем ребят возможно этот квест опасный груз я взял его слишком рано возможно нужно было брать его реально позже потому что я не могу я максимум убиваю одного офицера получается там где сидит комендант и самая сложность том что у них стволы ребята у них пистолеты они меня просто расстреливают я ничего сделать могу сырья естественно нету поэтому я не могу вам показать вариант как мы убиваем коменданта но я скажу так у него из кармана выпаде 300000 пэса то есть если мы хотим 300000 даже если мы с него потребуем 450 но 300 из него в любом случае выпадет и плюс когда мы будем уходить из форта на нас нападут ему там какую-то саблю должны бы будем получить я не имею возможности записать данное прохождение я буквально целый день пытался пытался победить этих чуваков я не могу я не могу мне просто расстреливают с пистолетом ребята я даже убежать никуда их много их много и все с пистолетом то есть я не знаю может быть конечно я хреновый игрок в корсары ребята но честно говоря у меня не получается не получается пройти квест по 2 цепочки событий но чтобы вы знали ребята если у вас прокачана хорошенько харизма вот 50 и выше то в принципе можно просто забрать деньги 300000 нам их и так когда квест принципе никакого значения на игру не имеет не влияет если кому интересно проходите я к сожалению смог нормально записать только вариант 1 вариант 2 ток диалог вот и все ребята с вами был канал алексей 24 я надеюсь мы уже скоро с вами увидимся в новых сериях новых прохождения всем пока